привет это будет длинное видео но в нем я расскажу все что необходимо знать о камере gopro 10 но это видео также будет полезно и владельцам предыдущих камеры gopro 9 8 и более ранних так как камеры gopro все имеют много общего обзор будет следующим образом сначала рассмотрим внешний вид камеры gopro 10 потом посмотрим как ее настроить подключить к телефону если мы только что купили камеру какие настройки произвести как подключить к телефону и далее мы уже будем рассматривать в деталях все настройки которые есть у этой камеры и также привожу примеры снятые на эту камеру примеры видео снятых на эту камеру и так давайте приступим с внешнего вида у нас в камере gopro 10 есть один экран сзади основной который называется задние настройках передний цветной объектив сменная линза которая меняется поворотом вот таким поворотом дальше доворачиваем и снимаем сразу сразу же хочу остановиться на этом моменте что камеру если линзу если вы вот эту часть будете снимать менять на какую-то другую например с фильтром или еще для каких-то целей то делайте это в теплом помещении например если вы занимаетесь сноутбордом либо какими-нибудь зимними видами спорта то меняйте сразу в помещении подготавливайте свою камеру в темном в теплом помещении чтобы не было запотеваний поменяли линзу в помещении и пошли на на улицу линза далее с боков у нас находится с одной стороны кнопка включения с этого блока сверху находится кнопка записи и кнопка остановки с другой стороны у нас находится лоток для доступа к аккумулятору и флеш карте и на гнезду зарядки открывается он следующим образом нам нужно взяться за эту нижнюю часть потянуть на себя и в сторону таким образом мы освобождаем лоток для доступа к батареи флеш карте micro sd карте и зарядки здесь сразу хочется остановиться на таких моментах что во первых у нас крышка легко съемная это сделано для того чтобы мы вы могли легко менять крышки на какие-то кастомизированные а также для того чтобы использовать камеру в статичном положении если вы например находитесь дома ваш ваша камера на штативе то крышка в принципе не нужно она будет мешать проводу либо если вы хотите использовать вот такие крышки от других производителей в них есть такая функция как вот такое окошко для доступа к зарядной зарядному гнезду но это уже дополнительный аксессуар который не входит в комплект покупается если нужно отдельно далее у нас находится аккумулятор чтобы его достать нужно потянуть за вот этот язычок аккумулятор этот сейчас у меня стоит не родной не оригинальный это дополнительный аккумулятор вот так выглядит оригинальный аккумулятор gopro который идет вместе с камера с камерой в комплекте вот так он стоит и точно также потянул за язычок мы его достаем там видны контакты камеры контакты аккумулятора здесь находится у нас флеш карта которая вставляется вот таким образом контактами вверх сразу хочу отметить вине уделить внимание карте карта должна быть высокоскоростная формата v30 чтобы вы имели возможность использовать все разрешения которые есть в камере потому что если скорости записи вашей флеш карты не будет хватать то некоторые форматы например 4к 60 кадров в секунду могут просто не записаться то есть вы нажмете на запись и произойдет какой-то сбой если не будет хватать скорости предположим у меня вот такая была к примеру карта сам диск ультра это тоже высокоскоростная 10 класс но на нее уже в солнечный день когда много информации поступает с объектива 4к 60 кадров в секунду уже не писалось то есть я нажимал запись запись начиналась но потом она пропадала так как скорости записи не хватало это 4к 60 кадров в секунду это еще не максимальные возможности этой камеры а если писать 5 3к либо 4к 120 кадров в секунду то той карты уже и подавно не хватит поэтому нужно иметь минимум v30 скорости записи карты вставляется вверх контактами здесь у нас разъем type-c современный разъем usb type-c также хочется сразу отметить поэтому разъему что вы можете просто вставить type-c сюда разъем питание и камера будет работать без батареи как видите сейчас просто слабая зарядка пишет not enough power но это и правда 0 5 ампера слабо но если взять хорошую зарядку то как видите камера работает и без аккумулятора просто нужен на хорошая зарядка вот любого современного телефона это я для примера взял power bank а сейчас точно так же можно чтобы камера была включена и вместе с аккумулятором когда подключена зарядка так теперь ну снизу у нас находится крепление стандартная которая открывается таким образом здесь само крепление выполнено из какого-то алюминия здесь есть некоторые металлические вставки либо магнитные и они вот таким образом примагничиваются к корпусу здесь у нас находится динамик через которые воспроизводятся видеофайлы и вентиляционные отверстия кроме того хочется отметить что вот эта часть вся является некоторым радиатором камеры то есть если вы будете писать собираетесь записывать какой-то тяжелый формат видео 4k например 60 кадров в секунду в жаркую погоду в какой-то неподвижном месте либо в комнате то лучше не ставить камеру таким образом так как скорее всего при таком положении камера через час-полтора-два перегреется и сама для защиты отключится это не будет проблемой никакой для камеры просто у вас видео также сохранится но будет некоторые неудобства ничего с камера не случится но камеру выключиться сохранить видео и выключить поэтому если есть необходимость написать в помещении в статичном положении то лучше использовать либо со штатива либо хотя бы вот так поставить ну либо использовать формат не сильно нагруженный меньше чем 4k 60 кадров в секунду ну а в движении соответственно камера обдувается скорее всего она вот так будет закреплена и тогда перегревов обычно не случается камеры gopro 10 есть 10 микрофонов в камере gopro 10 есть три микрофона один находится сверху 2 спереди и 3 спрятан здесь прикрыт пластиком для подавления ветра кроме того все эти три микрофона могут если настройка включить автоматически переключаться между собой для того чтобы подавлять шум ветра три микрофона всего находится также этот эту пластиковую часть можно использовать я по крайней мере использую не знаю правильно или нет нет для крепления шнурка также у нас есть индикатор записи красный один находится здесь и один здесь светодиод их можно также включить либо отключить они загораются только тогда когда происходит запись сверху еще находится gps антенна в камере gopro 10 и строенный gps находится антенна сверху поэтому для лучшего приема когда плохие условия приема gps лучше на камеру направлять вверх к небу тогда больше шансов получить хороший gps прием ну по внешнему виду принципе все хочется добавить также что она стандартной линзе gopro 10 есть олеофобное покрытие которое не позволяет воде задерживаться при попадании на само стекло вода стекает это очень полезная функция поэтому усиленно не протирайте это стекло едкими жидкостями аккуратно тряпочка можно только протирать потому что едкие жидкости могут это олеофобное покрытие легко удалить и тогда вода при попадании на дождь вода легко будет за будет задерживаться на стекле и не будет стекать так легко как с олеофобным покрытием она здесь хорошая завода поэтому имейте это в виду также здесь вы можете заметить защитные стекла этого не входит в комплект это уже я установил дополнительно здесь на каждом стекле и на линзе установлено мной уже защитные стекла вы можете также их установить я в описании дам ссылку на нормальные стекла которые у меня сейчас стоит они уже пользовался ими они довольно хорошо держатся и вроде даже сильно не лапаются так но теперь можно приступить к подключению этой камеры к телефону подключить камеру к телефону необходимо для того чтобы проверить наличие обновлений и если они есть то обновить камеру чаще всего при когда вы только купите камеру с магазина скорее всего уже выйдет более новая прошивка и лучше обновить камеру на актуальную прошивку к примеру когда камера вышла только 10 gopro с первыми прошивками здесь не было некоторых разрешений а впоследствии при обновлении прошивки разработчики gopro 10 добавили и новые разрешения так что есть смысл постоянно обновляться на более свежую прошивку и так включаем для того чтобы включать зажимаем кнопку питания и у нас запустилась камера вот так выглядит первое включение камеры нам нужно сейчас произвести некоторую настройку сначала выбираем язык экран у нас сенсорный поэтому мы можем листать как на обычном сенсорном телефоне нажимаем галочку чтобы подтвердить далее читаем условия включаем либо отключаем gps gps вам требуется для того если вы хотите записывать телеметрию я сейчас покажу что это такое в ваше видео то есть это треки скорость перемещения и прочую информацию это не всегда нужно то есть смотрите по по себе что вы именно снимаете включение gps естественно больше тратит аккумулятор поэтому если вам эта функция надо лучше отключить ее и далее gopro нам предлагает установить приложение quick quick это официальное приложение gopro она так называется берем наш телефон на андроиде либо на ios и заходим в play market либо айтюнс и вводим либо quick либо просто gopro нажимаем поиск и нам нужно приложение gopro quick видео редактор от разработчика gopro устанавливаем это приложение на наш телефон 122 мегабайта вести приложение ждем пока можем вернуться назад теперь нам нужно дождаться установки приложения на наш телефон и запустить приложение на телефоне после того как приложение скачалось и установить наш телефон открываем его на телефоне далее выбираем да у меня есть он gopro нажимаем подключить gopro выбираем подключить камеру выбираем подключить далее даем название либо оставляем которое есть и после этого идет подключение нажимаем подключить также еще раз хочется сказать что если на каком-нибудь этапе у вас не получается подключить камеру к телефону автоматически как это произошло у меня то просто заходите в настройки своего телефона в настройки вай фай и подключаете камеру в ручном режиме используя имя камеры и пароль для того чтобы узнать имя камеры gopro и пароль от вай фай от камеры gopro конкретно вашей нужно нажать на значок ай вот здесь вверху экрана и у вас откроется окно с именем камеры и с генерированным паролем для подключения по вай фай еще имя камеры и пароль можно узнать в настройках для этого опускаем шторку сверху делаем слайд вправо нажимаем подключение и здесь увидим пункт сведения о камере нажав на этот пункт у нас также откроется окно с именем камеры и паролем от вай фай и все после этого приложения gopro будет работать с помощью этого приложения вы можете либо управлять им gopro то есть выбирать все то же самое что вы делали на gopro то есть видеть изображение с камеры менять настройки менять режимы для обновления программного обеспечения камеры gopro 10 телефон на котором установлена приложение и сама камера должны быть заряжены также можем и просматривать материалы которые есть на этой камере для этого gopro создает файлы с разрешением в формат с низким разрешением то есть те же самые видео только в низком разрешении для того чтобы можно было их смотреть на на телефоне кроме того через телефон вы можете обновить программное обеспечение на своей gopro для этого заходите настройки и там будет проверка прошивки то есть если у вас последнее будет написано что у вас установлена последняя если есть более свежие обновления то там будет написано в приложении что есть более свежая прошивка установить остало время пройтись по всем настройкам а их здесь очень много и рассказать что они себя представляют и так для начала хочу сказать что здесь есть три режима у камеры режима отображается вот здесь вверху изначально когда камера включена это видео запись видео далее если мы смахнем влево либо нажмем кнопку слева то у нас будет переключение между режимами у нас есть режим фото таймлапс видео фото таймлапс видео также это можно делать такими движениями начнем рассматривать настройки видео так как это основной режим но сначала посмотрим то что мы видим на экране у нас есть заряд аккумулятора заполненность флэш карты здесь у нас указано то как мы сможем замедлить видео то есть скорость кадров в секунду то есть 1x это 30 кадров в секунду 2x это 60 кадров 4x это 120 кадров в секунду здесь у нас с это означает что выбран супер ю то есть самый широкий объектив об этом сейчас поподробней здесь у нас значок стабилизации какой режим стабилизации стандартные отключенные либо либо повышенный и здесь режим включен либо выключен режим хай сайт я сейчас расскажу что эти режимы все значит кроме того основное выбор режимов у нас находится на этой кнопке здесь у нас есть им пресеты установлены уже заранее с определенными разрешениями которые мы можем выбирать зависимости вот задачи кроме того эти пресеты мы можем редактировать и добавлять новые давайте посмотрим как это работает возьмем на прибери стандарт нажимаем на него ну например нам хочется его изменить другие настройки поставить для этого нажимаем на значок редактирования и у нас полы появляются все настройки которые мы можем применить к этому пресету первое разрешение и частота кадров в секунду здесь мы можем выбрать разрешение 5 5к разрешение 5к 4к 2 и 7к либо full hd для каждого из этих разрешение есть максимальная частота кадров для full hd мы можем установить 240 кадров максимум и все что ниже для 4к мы можем установить 120 кадров и все что ниже для 5 и 3к мы можем установить 60 и все что ниже кроме того с обновлением прошивки которая вышла через некоторое время после выхода камеры у нас появились еще и дополнительные разрешение 5к но с соотношением сторон 4 на 3 не 16 на 9 вот эти все нижние разрешения у нас 16 на 9 идут верхние это 4 на 8 и верхние это 4 на 3 разрешение и получается самое большое разрешение самое больше информации записать мы можем при разрешении 5к 4 на 3 30 кадров в секунду либо 5 3 60 кадров в секунду это будут самые тяжелые файлы разрешение 4 4к 5к с соотношением 4 на 3 нужно скорее для того если вы будете редактировать уже видео потом на пост монтаж то есть если вы не собираетесь сразу готовое отснятое видео использовать для каких-то целей там для youtube а либо для своего архива а потом будете редактировать это видео в фото в видеоредакторе тогда такое разрешение 4 соотношение такое 4 на 3 позволит вам изменить горизонт картинка будет широкая и при этом еще и высокая либо такое разрешение 4 на 3 можно использовать когда вы не знаете попадет ли весь объект в кадр то есть это какая-то динамичная сцена вы быстро поставили камеру не настроили ее на объект и не знаете поместится ли он весь можно использовать 4 на 3 тогда у вас будет картинка выше и на видео редакторы вы сможете грубо говоря картинка у вас будет вот такая а вы сможете из нее 16 на 9 спокойно вверх вниз взять достать но это довольно редкий случай в основном все таки используются форматы 16 на 9 это все вот эти вот теперь сразу хочу поговорить о форматах которые есть для чего они скорее всего пригодятся full hd здесь все понятно стран довольно стандартный формат но я его уже не использую практически нигде и думаю что уже как бы не особо нужен ну здесь как бы понятно все вы можете выбрать full hd при вот всех этих частотах ну это довольно низкое качество поэтому можно стоит выбирать 2 и 7 4к либо 5 3 5 и 3 красно для зависимости для ваших задач здесь хочется отметить что в любом из этих режимов чем выше частота кадров которые вы будете использовать то есть вот это значение тем больше света вам нужно в видео то есть если вы хотите снимать 4к и 60 кадров в секунду то учтите что в очень сильно пасмурный день либо вечером картинка будет хуже чем 4к и 30 кадров в секунду то есть чем выше частота кадров тем вам нужно больше освещения на 4к 120 кадров в секунду вам нужно прям очень много освещения это либо солнечный яркий день чтобы получить хорошую картинку либо в помещении но очень много искусственного освещения ламп должно быть чтобы получить хорошую картинку в других случаях используете 60 кадров в секунду либо 30 кадров в секунду если же вам нужно сверх высокое разрешение ну как бы замедленную съемку впоследствии сделать то можете использовать разрешение 2 и 7к и в 240к на в секунду либо 120 и вообще в целом если вы не планируете потом делать пост продакшн то нет смысла ставить высокую частоту кадров достаточно 60 кадров будет более чем достаточно для того чтобы получить хорошую картинку если вы впоследствии не планируете замедлять видео в редакторе то есть этих разрешение этих этой частоты кадров вполне достаточно лично я большую часть времени записываю либо на 4к 60 кадров в секунду либо когда нужно сэкономить место и если я не уверен что какая-то ценная запись идет там какой-то action то тогда пишу 2 и 7к при тех же 60 кадров в футболе я практически не использую 5 и 3к тоже практически не использую вот эти два разрешения при частоте 60 кадров это самые часто мной используемые 120 только тогда когда нужно когда есть много света и когда я знаю что мне нужно именно замедленная съемка ну и 240 кадров тоже редкие случаи когда нужно конкретно снять уже замедленную съемку и так мы настраиваем сейчас наш пресет выбираем выбрали разрешение и выбрали частоту далее нажимаем сюда чтобы вернуться на наши настройки далее выбираем объектив у нас есть много вариантов объектива то есть ширину угол обзор объектива от супер ю значит первый самый узкий у нас на называется узкий он так и называется он он в принципе равен смус сопоставим с тем чтобы вы сняли на телефон на свой если не используете на телефоне широкий объектив на обычном телефоне скорее всего будет такой же угол примерно как здесь если вы выберете узкий далее есть узкий плюс выравнивание горизонта это удобно если вы не хотите иметь эффект но рыбьего глаза то есть широкий объектив и при этом поддерживать горизонт там например для съемок в stories instagram когда вы снимаете себя с руки когда сложно удержать камеру в каком-то положении ровном тогда можно использовать этот формат этот объектив и будет у вас выравнивание горизонта даже если вы наклоните камеру под таким углом все равно картинка будет ровная далее у нас идет линейный он чуть-чуть шире чем узкий ну и дальше наиболее используемые объективы в экшн камерах это широкий угол то есть видите сразу картинка стала намного шире захват большой такой угол я использую когда не сильно какая-то большая активность например пешком либо бегом а когда скорости больше и хочется захватить больше объем тогда выбираю объектив супер ю это самый широкий объектив максимальный угол обзора но при этом увеличивается эффект рыбьего глаза поэтому если для вас сильно не важно захват не важен захват лучше использовать широкий угол обзора чем супер ю хотя я большую часть времени использую супер ю самый широкий объектив хоть он и добавляет вот такой эффект здесь даже видно рыбьего глаза искажение небольшой есть далее идет настройка hyper smooth это именно стабилизация то как камера будет стабильно как сильно камера будет стабилизировать ваше видео при тряске есть отключенный режим видео без стабилизации это удобно использовать только если камера стоит на штативе таким образом вы сможете экономить заряд аккумулятора и угол станет чуть чуть шире в других случаях лучше использовать либо стандартную стабилизацию либо повышенную стабилизацию hyper smooth 40 на максимальных настройках я чаще всего использую такую настройку практически во всех пресетах и отключаю ее только тогда когда снимаю со штатива но при этом режиме при hyper smooth при повышенной при повышенной стабилизации ваш у широкий угол немного сужается но это в принципе небольшая потеря учитывая что здесь и так очень широкий угол поэтому я всегда использую стабилизацию на повышенном повышенных настройках но опять-таки этот режим также и больше есть аккумулятор чем например этот либо вовсе отключенный кроме того некоторым людям не нравится такой режим потому что он как бы убавляет эффект активности на ваших на ваших видео то есть видео кажутся менее динамичными однако я использую всегда максимальную настройку hyper smooth далее отложенная съемка здесь вы можете установить время в которая камера включится сама и начнет запись это удобно если вы например хотите заснять восход рассвет либо закат устанавливает узнал узнаете во сколько в вашем местности в нужный день будет восход рассвет рассвет либо закат включаете отложенную съемку и камера сама включится в это время и начнет запись здесь можете установить длительность например установили время в которое включится камерой сколько она будет писать если например вы подключите камеру к поварбанку то можете установить на длительное время и камера будет писать и все это время видео если хватит конечно памяти у меня стоит все время без ограничений функция хай сайт позволяет вам записывать видео до того как вы нажали кнопку записи функция это работает следующим образом при включении когда вы включите эту функцию хайн хайн сайт у вас камера будет постоянно писать отрывками по 15 секунд то есть вот сейчас она не пишет я не нажимал запись однако запись на самом деле идет и она будет идти по 15 секунд постоянно как видеорегистратор только отличие в том что видеорегистратор сохраняет эти промежутки видео а функция хайн сайт будет их удалять то есть 15 секунд записала удалила предыдущие снова 15 секунд но этот режим хай сайт также 3 тратит много энергии аккумулятора потому что пойдет постоянно запись камеры как будто бы постоянно пишет единственное что не тратится место потому что камера удаляет далее таймер это просто отложенная нажатие кнопки записи 3 секунды либо 10 секунд зум при некоторых разрешениях и в некоторых режимах можно выбрать зум но это будет чисто цифровой зум так что особо пользы в нем нет точно также можно будет сделать и на в редакторе видео если вы не включили зум то это все можно будет сделать в редакторе далее идут настройки по тюн это так сказать профессиональные настройки более детальные их можно менять можно не менять но я обычно ставлю битрейт на максимальный здесь в принципе правило простое больше битрейт чуть лучше качество но намного больше весит самый долговый файл при стандартном битрейте качество чуть похуже будет но намного меньше файл будет весить я ставлю всегда высокий выдержка экспозиция это все можете менять зависимости от освещенности баланс белого минимальный айсон максимальный айсу резкости оставлю всегда на высокую цвет по умолчанию стоит цвет естественный в этом режиме наиболее лучше всего использовать если вы опять-таки собираетесь итоговое ваше видео он редактировать в редакторе там уже цветом цвета коррекцией выравнивать цвета так как вам нравится но я использую всегда яркий цвета более насыщенные может быть не так естественно но при этом на редакторе я потом уже цветокоррекцию обычно не делаю но это как бы плоский это еще более упрощенная цветовая схема в общем для редактора либо естественные либо паски используйте потом уже подгоняйте на сами под свои нужды но я во всех режимах поставил яркий звук roll эта функция позволяет дополнительно писать звук еще одну звуковую дорожку в формате звука без сжатия ров там то есть у вас будет видео файл со звуком и еще одна звуковая дорожка в по моему в формате либо флаг либо вов с большим битрейтом с хорошим качеством но я тоже не использую потому как тот звук который пишет в видео по качеству и принципе сопоставим вполне себе хорош с ролл далее у нас идет настройка ветер у нас есть три режима подавление ветра авто подавление ветра постоянная либо выключенном при выключенном функции подавление ветра у нас будет вестись стереозапись при подавлении ветра всегда включена у нас будет моно звук в моно формате но при этом постоянное подавление лишнего шума ветра наибольшее и подавление ветра авто камера будет сама решать когда писать звук в стерео формате а когда использовать функцию подавления ветра у меня все время включено подавление ветра так как стерео звук мне в принципе на экшен камеры не всегда нужен медиа модули это дополнительный модуль к экшен камеры который позволяет использовать внешние микрофоны вспышку и прочие настройки он активируется тогда когда медиа модуль будет подключен к вашей камере далее функция ярлыки ярлыки это то что я говорил в немного ранее об вот этих вот настройках вот эти ярлыки они как раз тоже меняются в этих пресетах то есть например видим мы здесь сейчас что у нас здесь стоит режим 2x мы можем менять частоту кадров нажав сюда мы можем изменить не 60 кадров а 4к например или сделать 30 кадров 4к на 30 кадров изменить вот этот ярлыком быстрого допуска доступа к к разным функциям можно менять в пресетах то есть заходим также в настройки темы были и например мы хотим чтобы у нас с левой верхней был не частота кадров а к примеру менять угол объектива выбираем объектив возвращаемся назад и видим что сейчас у нас здесь по этой кнопке меняется ширина угол объектива можем также выбрать им другие настройки какие нам больше всего чаще всего нужны ну и в принципе это все настройки которые мы можем внести в пресеты будь то стандартные пресеты либо нами новые созданные также можем нажать восстановить тогда все восстановится в стандартные значения и таких пресетов мы можем добавлять изменять довольно много каждый пресет просто настраиваем для себя под конкретные задачи также мы можем создать свой собственный пресет для этого нажимаем вот сюда нажимаем плюс далее выбираем для какой функции для видео нажимаем сюда нажимаем еще раз сюда этим и потом настроим нажимаем еще раз на галочку предположим мы хотим создать пресет специальные для катания на велосипеде вот выбираем значок это ни на что не влияет просто чтобы нам было понятно например байк либо какие-нибудь другие пресеты это чисто для того чтобы нам было понятно для чего этот пресет эти настройки мы настраивали нажимаем галочку и теперь у нас появляется нажимаем сюда помимо этих всех стандартных которые есть у нас еще появился пресет который мы также можем настроить по всем тем же параметрам которые мы настраивали предыдущие пресеты все то же самое можем менять и таким образом легко выбирать для каждого действия уже предустановленные настройки кроме того на видео можно записывать телеметрию это данные с gps скорость трек то есть маршрут высоты там прочие данные я сейчас покажу как это выглядит для того чтобы это настроить нам нужно зайти в настройки региональные настройки и чтобы было gps включена кроме того для того чтобы телеметрия работала нам нужно дождаться появления gps сигнала то есть если мы хотим записать видео с gps данными нам у у нас не получится снять просто включить на эту кнопку сразу записывать из выключенного состояния нам сначала нужно отключить камеру дождаться появления значка вот здесь чтобы gps засветился ну сейчас я нахожусь в помещении возможно gps не появится он серый то есть в таком состоянии данных gps записываться не будет нам нужно дождаться пока появится gps ну на открытом воздухе на улице gps довольно быстро ловится и появляется довольно быстро и после этого уже можем начать запись тогда будут он gps данные так мы сейчас я думаю стоит перейти к общим настройкам камеры а потом рассмотрим вкратце режимы фото и режим таймлапс итак давайте теперь перейдем к общим настройкам камеры общей настройки камеры у нас находится если мы смахнем сверху вниз по экрану и у нас здесь еще есть и два экрана один который появляется сразу и второй давайте рассмотрим сначала этот экран что у нас означают эти значки этот значок означает голосовые команды выбираем язык in gopro будет распознавать команды gopro снимай видео идет запись gopro стоп видео если нам эта функция не нужно отключаем звуки можем включить и отключить чтобы на нажатие кнопки не было звуков функции от кролик это называется quick capture эта функция позволяет нам записывать видео из выключенного состояния то есть у нас камера выключена полностью мы нажимаем один раз на кнопку записи и запись начинается нажимаем еще раз и запись прекращается камера выключается но при функции quick capture не не работает запись геоданных то есть если мы хотим телеметрию записывать то надо сначала включить камеру и потом включать запись ну блокировка экраном это понятное дело блокируется тачскрин нажатие на экран далее режимы производительности ну это как бы мог режимы процессора и самой камеры ну здесь опять-таки максимальная производительность означает более высокое потребление заряда аккумулятора но при этом режиме мы можем использовать максимальные частоты и разрешения которые позволяют камеру меня принципе все время этот режим включенный далее выбираем функции фронтального камера мы можем отключить либо видеть только состояние либо все что на экране происходит либо полностью полный экран но это в общем функции переднего экрана эта цифра указывает сколько файлов у нас есть уже отснятых на флешке в общем у меня зачастую он выключен передний экран далее ориентация экрана то есть будет ли при перевороте камеры у нас меняться интерфейс а вот эта иконка отвечает за включение режима объектива макс лэнс это дополнительный объектив который мы можем поменять вместо стандартной линзы дополнительное устройство этот объектив позволит нам снимать видео которое будет постоянно держать горизонт ровным вне зависимости от того как будет вращаться камера при записи видео кроме того мы можем использовать этот режим и со стандартной линзой но тогда угол будет ниже мы сможем где-то вот так вот в таком положении вращать камеру и у нас объектив все равно будет то есть горизонт у нас все равно будет ровный но при этом у нас здесь есть ограничение по частоте кадров и по разрешению 272 и 7к при 60 кадров это максимум что можно записать при стандартном объеме при стандартной линзе и включенной функции макс лэнс в общем довольно интересная функция камеру можно при записи видео наклонять довольно сильно при этом горизонт картинка у нас ровно это особенно удобно если вы снимаете себя селфи например с вытянуть руки и особо не контролируйте за положением камеры картинка все равно получится на ровной включается она вот здесь эта функция в общем на первом экране который появляется при смахе сверху вниз мы все рассмотрели далее переходим слайпом вправо здесь у нас настройки настройки подключения беспроводные подключения это подключение bluetooth те настройки которые позволяют нам связываться с телефоном подключить устройство сведения здесь мы разные пульты можем подключать дополнительные приложения для сведения камеры здесь у нас находится пароль и имя камеры это нужно для подключения к вай файл на телефоне частота вай файл выбираем 5 герц либо 2 герца 24 гигагерца и можем также сбросить все подключения это все настройки которые здесь есть далее переходим в параметры здесь уже все настройки самой камеры давайте начнем самого начала общий громкость звуков средняя низкая высокая это собственно громкость вот этого динамика это при воспроизведении от снятых видео с камеры ну и также тех звуков которые происходят когда мы нажимаем запись либо выключение quick capture это та функция которая говорил то есть запись видео при выключенной камере с одной кнопки предустановка по умолчанию здесь можно выбрать что будет какой режим будет при выключении выключение камеры то есть у меня стоит все время последнее использование для видео то есть если мы будем менять режим потом выключим камеру при следующем включении какой режим какая преднастройка у нас будет включена авто выключение это в принципе полезная функция если вы не пишите видео никак не не производите действий неких с камерой . какое-то время установлено здесь она сама выключится индикаторы это как раз те индикаторы которые я рассказывал в начале когда описывал внешний вид это этот индикатор и вот этот индикатор при записи видео они светятся но если нам это как-то мешает то здесь в настройках их можно отключить вот они эти индикаторы далее функция устранения мерцания это как бы региональная настройка дело в том что в разных странах используется разная частота в электросети ну то есть электричество которое подается в дом и грубо говоря если в вашей стране частота в сети 50 герц то при какие-нибудь плохие лампы люминесцентные плохого качества либо светодиодные с плохими драйверами будут мерцать у вас при записи видео у вас будет мерцание изменяя вот эти настройки вы можете убрать это мерцание но опять таки эта функция только для помещения когда используется искусственное освещение при этом когда она не очень хорошего качества для улицы неважно какая настройка будет здесь установлена принципе у меня установлена 60 герц это позволяет и смотрите при изменении этих этой характеристики у нас меняется и чистота кадров записи то есть часто стоит 60 герц здесь у нас 60 кадров в секунду если мы меняем эту настройку на 50 герц то у нас автоматически меняются и частоты для всех пресетов стало 50 у меня стоит все время 60 далее сжатие видео форматы и че и че виси и либо h24 плюс плюс хевк здесь уже зависит от того как вы будете работать с конечными файлами время время синхронизируется с приложением с телефоном берет время когда подключение будет дата то же самое ну и форма даты можем менять по своему усмотрению это общие настройки были медали возвращаемся назад голосовое управление здесь мы можем его включить выключить выбрать язык и прочесть команды запомнить прочесть и запомнить команды для голосового управления на каждом языке экраны ориентация выключение заднего экрана задние это вот этот который мы сейчас видим выключение переднего экрана яркость можем поменять сейчас стоит на максимальную сетка заднего экрана это как в камерах для позиционирования кадра видите появилась сетка чтобы более ровно выставить камеру можно было экраны региональные настройки здесь у нас функция gps включить выключить и язык модули здесь можем включить пользуемся ли мы объективом max это который находится вот здесь мы его можем убрать если мы не пользуемся этим режимом то отсюда можно этот значок убрать ну а также если у нас есть подключенный модуль он будет здесь отображаться далее сведения далее сведения камеры сведения об аккумуляторе то есть если вы купили какой-нибудь аккумулятор можете проверить совместим ли он здесь или нет кстати я ни разу не проверял такие популярные аккумуляторы на алиэкспрессе можно сейчас проверить я честно говоря первый раз за два месяца где-то этой камеры у меня я эту функцию только сейчас нашел давайте проверим не самому интересно меняем оригинальный аккумулятор на вот такой с алиэкспресс довольно довольно популярные аккумуляторы продаются держит по заряду они нормально давайте посмотрим что скажет gopro в настройках совместим ли он да тип аккумулятора совместимо ну здесь он наверно проверяет напряжение состояние аккумулятора отлично ну сведения камеры и обновления gopro и также здесь у нас есть сброс мы можем через это меню отформатировать sd-карту если нам не охота видеофайлы наши удалять по одной штуке можно сразу и нам не нужны видео особо нужно освободить место форматирование карты находится здесь сброс предустановок это сброс тех пресетов которые мы рассматривали сброс настроек это полностью вернет камеру к заводским настройкам за исключением прошивки то есть останется прошивка останется не такая которая шла завода то которая установлена самая свежая так ну по всем параметрам мы прошлись осталось только разобрать режимы фото и режим time-lapse но прежде чем мы перейдем к рассмотрению режимов фото и таймлэпс еще хочу показать как как просматривать отснятые видео на и камеру то есть у нас есть основной экран управления которые находятся здесь сверху если мы потяну потянем окно у нас будут настройки а если мы снизу потянем у вас появится наши материалы отснятые для того чтобы увидеть все нажимаем вот сюда здесь будут все видео файлы которые мы снимали либо листаем просто вот так чтобы посмотреть последние вот это уже записанное видео мы можем здесь громкость включить звук включить выключить можем замедлить либо пролистать видео можем замедлить удалить то есть если у нас снято видео 60 кадров мы можем включить скорость воспроизведения есть не просмотреть в замедленном режиме либо удалить если нам нужно удалить несколько файлов нажимаем вот сюда потом на галочку выбираем несколько файлов нажимаем удалить это можно также сделать через компьютер просто подключив сюда тайп си и и через юсб компьютер у нас в гоупро отобразится как флешка только через надстройку некоторую в общем там будет появится у вас на компьютере гоупро не будут все эти файлы там можете также удалять либо переносить копировать и потом делаем вот так возвращаемся снова на панель управления но теперь давайте рассмотрим фото и видео режиме переводим вправо либо можем нажать кнопку 1 1 раз на кнопку выключения и также сменится режим здесь у нас то же самое все здесь есть пресеты фото серия ночное фото также можем добавлять по настройкам у нас есть объектив для фото можем также выбирать широкий линейный узкий выход супер файл фотка это режим гоупро такой режим при котором гоупро сама выбирает когда включать hdr а когда не не использовать его далее есть фото с hdr просто jpeg файл raw фото то есть стандарт обычная jpeg фото без использования hdr а здесь у нас hdr тоже jpeg но с использованием функций hdr а в этом режиме hdr включаются по автоматически когда решит сама камера ну либо по можем выбрать даже raw формат то есть jpeg и gdr для дальнейшей обработки вот такой режим raw нам потребуется если мы хотим получить из гоупро фото которое будем в дальнейшем обрабатывать в фоторедакторе отложена съемка то же самое можем установить как в видео установить время в котором включится гоупро и начнет запись зум можем использовать но это также цифровой зум такой же зум мы можем использовать потом и в редакторе даже если снимем с зумом 10 потом можем добавить это все в редакторе протюн и также дополнительные настройки как были и в видео тут выдержка экспозиция баланс белого основном больше всего это настройки для освещенности для того в каких условиях вы снимаете и то же самое можем менять и руки как было в видео для борст делает много фото и потом вы можете выбрать лучшее также есть серия фото когда гоупро делает несколько снимков и есть режим ночное фото для съемки в условиях плохой освещенности также есть режим таймлэпс с помощью этого режима вы сможете снимать видео из фото которые делаются с определенной периодичностью чаще всего это делается сошь со штатива камера устанавливается на штатив выбирается чистота с периодичность с которой камера будет делать фото и потом уже сама камера склеивает это эти фото в один видео файл по итогу у нас появились получится видео файл здесь также в основном настройки разрешения итогового видео и чистота съемки то есть с какой периодичностью будут делаться фотографии из которых потом мы сложится видео также есть стандартный таймлэпс и ночной таймлэпс ночной таймлэпс отличается вот обычного таймлэпс предустановленными настройками айсо который вы можете также поменять и еще остался не затронутым момент как добавить телеметрию в ваше видео то есть эти скорости данные с gps скорость высоты трек все это можно добавить поверх видео для этого я засниму отдельное видео смотрите на канале потому что там видео это и так уже получилось длинным видео давайте это сделаю в отдельном ролике еще хочу показать функцию которая есть например если вы записываете видео и нажмете один раз кнопку выключить у вас будет добавлена метка хайлайт это такая метка которая отобразится в плеере gopro gopro плеер на компьютере при редактировании видео вы сможете с помощью такой метки обозначить какие-то моменты интересные при съемке видео например вы снимаете видео у вас что-то в кадре появилась интересная вы нажали на эту кнопку и добавилась метка которая в редакторе будет помечено место например там три минуты 10 секунд у вас будет там метка и вы поймете что в этот момент с произошел произошло что-то интересно это просто для удобства редактирования видео и еще есть одна функция что если вы одновременно нажмете просто не в режиме записи нажмете одновременно кнопку записи и кнопку выключения то у вас будет меняться вот эти режимы будут меняться предустановленные настройки это удобно тогда когда у вас например ваша gopro находится в аквабоксе под водой к примеру либо и вы не можете пользоваться сенсорным экраном и при этом вы хотите менять вот эти установленные пресеты тогда можете нажать одновременно вот эти две кнопки и будет меняться вот эти пресеты но хочу сказать что у меня не всегда получается это одновременно попасть так но хочу сказать что эта функция работает просто надо как-то научиться это делать одновременно нажать две кнопки и есть но и это и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...